Да, он просто занимается энергосбережением своих сил, энергии. Но, кстати, в этом вопросе недавно стал экспертом Сашка Ткачёв. И он узнал, как можно и сэкономить, и... И пережить зиму. И пережить зиму. Давайте посмотрим. Вопросы охраны природы и возобновляемых источников энергии остро стоят во всём мире. В 2017 год в России был объявлен Годом экологии. Но забота об окружающей среде давно с общегосударственного уровня спустилась на бытовой. Есть такая тенденция, что в современных зданиях, тем более в зданиях, расположенных на сложном рельефе или на южном берегу Крыма, стараются всё-таки сделать отопление, канализацию полностью автономными. Сергей Бойко в архитектуре уже больше 10 лет. Вырос и учился в Крыму и поэтому убеждён, что строительство на полуострове имеет свою специфику. Здания должны быть не только красивыми. Экологичность и энергоэффективность – именно такие требования предъявил заказчик. В этом году проект вошёл в тройку лучших малоэтажных домов Крыма на пятом Крымском архитектурном фестивале. Само место продиктовало дизайн. Мы постарались сделать максимально лаконичным и простым его внешний вид. Природа должна одержать верх, уверены соавторы Сергея. В горной местности полностью отсутствуют коммуникации, но современные технологии позволяют не зависеть от городских труб и проводов. В данном проекте мы применили максимально автономные системы инженерные, гелиосистему, гелиоколлектор. Получилась не просто красота ради красоты, а функциональная вещь – всё-таки это жилой дом. На планируемом объекте электричество вырабатывает ветер, а тепло – солнце. Также в результате строительства не пострадает ни одно дерево. Для фундамента не придётся ровнять склон. Дом поднят над его поверхностью сваями. И хотя такая усадьба обойдётся заказчику недёшево, архитекторы уверяют, что в конечном итоге энергонезависимость положительно скажется на семейном бюджете. Экономика должна быть экономной. Такой тезис на 26-м съезде партии выдвинул генеральный секретарь КПСС Леонидов. И хотя с тех пор прошло 38 лет, этот тезис сегодня, как и много лет назад, актуален как никогда. Сбережение ресурсов и возобновляемые источники энергии. Сегодня футуристические технологии всё глубже проникают в наш быт и позволяют экономить. Предпринимателей, которые реализуют такие технологии, в Крыму пока немного, рассказывает Гурген Мизарян. Но с каждым годом спрос на энергосбережение всё больше. Российские производители шагают в ногу со временем. Их товар не уступает по качеству зарубежному. Многие не понимают разницу и приходят, например, за солнечным коллектором, но говорят, что хотят солнечной батареи. Начнем с того, что солнечный коллектор собирает солнечное излучение и преобразует тепловую энергию. С помощью таких стеклянных тубусов можно не только нагреть воду, но и отапливать помещения. Солнечные батареи, в свою очередь, способны вырабатывать ток, от которого будут питаться электроприборы. Если зимой у нас будет минус 20, но будет солнечно-ясная погода, то система будет вырабатывать так же, как и летом. Для Крыма у нас есть 300 солнечных дней в году. Поэтому жить в Крыму и не использовать альтернативные источники энергии, я думаю, это крайне глупо. Более того, в противовес общепринятому мнению, энергия, солнце и ветра не облагаются налогами. В марте этого года правительством России был принят законопроект о возможности реализации населением избыточного тока в общую энергосеть. Так что в скором будущем альтернативные источники энергии позволят еще и зарабатывать.